Вы обещали мне жизнь, мансиньор. Но вы соврали. По-вашему, жить — это просто не быть мёртвым. Хлеб и вода — это мне не страшно. Я могу питаться одним лишь хлебом. Когда я просила большего? И разве плохо пить воду, если она чиста? В хлебе нет для меня скорби. И в воде нет горести. Но запереть меня в каменный мешок, чтобы я не могла видеть солнце, полей, цветов. Сковать мне ноги, чтобы я не могла проскакать верхом вслед за солдатами или сбежать на холм. Заставить меня в тёмном углу дышать плесенью и гнилью. Забрать у меня всё, что помогало сохранить любовь и веру в Бога. Когда из-за вашей злости и глупости я готова была его возненавидеть. Да это похоже на ту печь в Библии, которую семь раз раскаляли огнём. Я согласна. Согласна. Пусть у меня отнимут боевого коня. Пусть я буду путаться в юбках. Пусть мимо пройдут рыцари и солдаты с трубами и знаменьями. А я лишь буду смотреть им вслед из толпы других женщин. Пусть. Лишь бы я могла слышать, как шумит ветер в верхушках деревьев. Как заливается жаворонок в ясном весеннем небе. Как влияет ягнёнок свежим морозным утром. Как звенят мои милые, милые колокол. Как голоса ангелов доносятся ко мне по ветру. Если вы готовы отнять это у меня или у любого другого человеческого существа, тогда я точно уверена. Ваш совет от дьявола. А мой отбор. Пути Божии не ваши пути. Нет. Он хочет, чтобы я пришла к нему сквозь пламя. Да. Я его дитя. Я. А вы. Вы недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот вам моё последнее слово.